Меня зовут Наталья. Приехали мы в город Котлас. Это более тысячи километров отсюда. Оказалась здесь для того, чтобы спасти сына. Когда я его видела в таком ужасном состоянии, я позвонила на горячую линию. Связалась с Владимиром. Что-то я не помню. Мы очень долго. Наверное, около двух часов общались. Очень долго. Потом Владимир скинул ссылочки мне. И я поняла, что я уже все время упустила. Очень много времени упустила. Надо вытаскивать. Видеоформат начали такой вести, чтобы это хоть как-то глаза открыть ситуацию. Потому что многие, даже вы хоть хорошо там со слезами его привезли и не понимаете даже, что ждет уже, знаете, как по неотступности. А многие не доедут даже. Вот Руслан мой друг, грубо говоря, переписка заканчивается 7.06.21. Но это уже сестра заходила, когда мы этот пароль нашли. А он умер в мае 2021 года. Тоталин. Мы с детства учились, вместе росли, погодки, все. И, получается, на реабилитацию его не раз отправлял. Три раза был, приезжал. А мама, она вела игру против нацкопа. Говоря, он выходит после реабилитации. Есть определенная сумма для того, чтобы он мог социализироваться, уметь считать деньги, распоряжаться. Пусть даже 2000 на неделю, но это деньги. Просто кто умеет малым управлять, тот и большим сможет управлять. Согласны? Вот. Соответственно, а ему это мало. Он через маму, да, еще. Переслать нет возможности. Он говорит, оформлю кредитную карту. А я буду ее гасить. Ну и все. Естественно, он оформил. Потом начинает на каршеринге кататься на дорогих автомобилях. Хотя откуда средства он не работает, он проходит лечение. Волонтер просто. Ну и вот такие вот поведения. Все выбивают. И потом, в общем, вот они убегают с другом к реабилитации вдвоем. А паренек с Екатеринбурга. Славик. Тоже добрый парень. А мы еще общались. Золотым переписывались. Но он не вернулся. Руслан еще после этого к нам приезжал. А парень просто, он потом бах и пропал на 5 дней. Его нет. Никто найти не может. И родители спрашивают. Ну, просто Руслан с ним общался. И все. Кто находит в Канаве? Кто где-то под Екатеринбургом город. Ну, вот легче маме. Возможно, с одной стороны легче, что уже все как бы отмучилась, пошел выхода, не видела. Но это проблема и больная всю жизнь. Все запишем. Прямо увидим на бумаге, как это вот есть. И куда это может привести в плане развития дальнейшего. И потом варианты выхода я вам вот скажу. А с чего начать? А я сейчас задам ряд интересующих для меня вопросов. Потом отвечу на все ваши. Вот сын. Какой возраст у вас? 26 лет. 26 лет. 3 августа. Вспомнилось. 3 августа. С какого города вы приехали? Котлас. Он там и употреблял, и рос, и все, да? А какое образование? У него среднеспециальный. Работает сейчас что-то? Учится ли? Он на монтажке льет. Когда проблемы начались с алкоголем или наркотиками, вообще первично у него? Это какой возраст был? Я думаю, когда он пошел вот только после школы в училище. Это какой возраст был? Потому что я когда, ну вот, 17, наверное, да? 11 классов? Нет, 9. 16. 16. Потому что я когда приходила, вот ребята никакие были, и наблюдано все. Вот я думала, что уже тогда это было. Не самое страшное. Сейчас знаете, как многие обращаются на горячую линию, говорят, там, ну, рассказываешь, спрашиваешь, что это? Он говорит, да нет, нет, у нас не колется, у нас только курит, курит только. Только они в окна выпрыгивают после, как покурят, и с ума сходят, в психушку попадают. А только курят. А я всем говорю, я говорю, лучше бы кололись. Вот кто застал время перехода героина на синтетику, у кого в семье был героин и наркоман, а потом просто героина не стала или есть, но дорогой. И невыгодно колоться. А как есть сформированная зависимость уже, и все равно, что употреблять, вот чтобы изменить сознание. И они пересаживаются на этот наркотик. Хотя по ощущениям он совершенно другой. И последствия другие. И то есть даже вот 10 лет у нас есть пациент сейчас, даже он уже прошел все, как сотрудник полноценный является. 10 лет он употреблял, и мать прямо отчетливо говорит, у нас когда он кололся героином, у нас праздник был дома. Вот 10 лет это было какое-то время спокойствия. Как только появилась синтетика, все, говорит, как мир ушел с под ног. Я тоже не разбираюсь в наркотиках, но он, я так поняла, разное что-то употребляет. Потому что вот с этого, когда он пришел, он был в очень страшном состоянии. Просто очень страшно. А вот когда он какие-то, говорит, плюшки там или чего-то, он добродушный, на все согласен. Пугашишь это. Ну, я ни разу не знаю. Ну да. Ну так и есть. Это синтетика, говорит, я сам знаю, что это трава. Я, говорит, это натуральное буду, ты не переживай. Как не переживай, это все равно все наркотики. Все верно. Наркотики. Даже пиво. Ты начнешь пиво пить. Ты пьешь, пьешь, тебе уже надо гнаться чем-то посильнее, поинтереснее. Ты берешь, говорю, гашиш. Гашиш, вот ты уже накурился его, тебе опять чего-то драйва не хватает. Ты, говорю, вот дальше пошел. Мне, говорю, не остановить. У него процесс. Просто если бы вы понимали, что у него происходит внутри, и какая последовательность действий этой зависимости, вы бы не делали вот эти действия, бегать за ним, там, не знаю, вот, что-то помочь ему, сделать добро насильно. А сделали бы другие действия. Вот вы только по этой причине и пришли, потому что 10 лет вот этого мытарства, так сказать, и безвыходности вас привели сейчас, вот, грубо говоря, к нам. И вам очень повезло, честно скажу. Выход, просто скажите одно, выход есть? Выход есть. Но узкими вратами будем выходить. То есть это не будет ни сразу, не будет, прям, в один момент, это будет постепенно наращивание массы. Причем на разных этапах будет по-разному все происходить. Я вам про это расскажу чуть дальше. Скажите, папа, где его? Папа, не знаю даже где, я его лежу. Решила прав отцовства, когда Саше было 3 месяца. Потому что, ну, выгнала. Что слабое? 3 месяца я выгнала, когда Саше было, а потом лишила отцовства. Потому что он пьет, сидит постоянно в замошенничестве. Где? А, в тюрьме. В тюрьмах сидит, он постоянно сидит. Я даже не знаю, где он сейчас. Пьет постоянно, не знаю. Сколько вот до рождения сына, сколько вы с мужем встречались или были в браке? Год. Год? И знали его год? Ну, я думала, он подбухал нормальный. Я же нет. А когда узнаешь? Я сразу забеременела. И у нас раньше строго все было. Ну да. Надо было замуж выходить. И даже не поняли, за кого, куда, что, как, кто. Ну, когда потом просто тоже решила спасти ее, чтобы сын этого не видел. Развелась. Ну, как бы правильное решение было. Так, с папой пробел. Смотрите. Он его встречал несколько раз. Ну, тот понял, что он его даже два раза в милицию сдавал. Кто кого? Отец сына. За поведение, да? Нет, просто, что там, ну, как говорят, папа такой, чтобы себе, чтобы его не садили. Он про всех, как это называется, стучал. А, вот так. Я понял. Внештатный сотрудник был. Да. И сына своего. Да. О, нормально. У нас просто мама есть, одна пациентка. Она по субботам приходит сюда. Я решила для себя, что я ее все равно вытащу. И у нас будет с ней все хорошо. И, наверное, бы я никогда не справилась с этим, если бы вот не попала на этот реабилитационный центр. Мама, в общем, она год созревала на лечение дочери. Год только созревала. Это вот то, что она с нами на телефоне была. Так как у нас проект не один. Вот это наш основной проект, но нарко, с которым вы обратились. Есть еще вот проект Реверс. Это все наши форматы. Просто чуть-чуть разные программы, разный подход, как я вам сказал. Не пришла ни на одну встречу. Мы ее приглашали сюда работать с родственниками. Она бесплатно идет, независимо, там, ребенок в центре или не в центре. Вот у нас все равно группы проходят, и мы родителей сюда приглашаем. Кто когда созреет на реабилитацию, вот у всех разные, так сказать, состояния. И девочка прям вот проходила реабилитацию очень тяжело. Даже несколько раз вставал вопрос, о чем выгнать ее. Это была просто разруха, болезнь и отрицалова. Ну, Аня ходила в туалет, била себе колени, чтобы ее отвезли в больницу. Я все время просилась домой. Я все время искала минусы в центре. Я все время обесценивала центр. Так работала у нас защита. Вот честно, потому что мама очень мягкая, очень скромная. И не может ничего вот на нее как бы... Ну, похожая история, да, с вашей. И на нее поднадавить не может. А девочка такая, прям, посмотрите ролик, прям вот палец в рот не клади, откусит прям вот по локоть. Вот девочка такая. И нам удалось ее пролечить, маму выходить. Мама очень сомневалась. Там и деньги закончат под каренцией реабилитации. Мы там тоже нашли варианты решения. В общем, ее отходили. Никто не думал, что можно ей как вот помочь. Потому что случай тяжелый, она вот в сопротивлении практически где-то, если 6 реабилитация рассчитана, то она где-то на месяца 4 с лишним была просто в сопротивлении. И это постоянное вот напряжение для работников. Обычно это первый этап проходит, когда вот снимают анозагнозию, отрицание, все, и человек потом вливается. А тут на всем протяжении. Потому что наркотик вот такой вот, как у вас, и выжигает нервную систему, и люди просто части не понимают. То есть ты вроде поговорил, ему полегче, он ушел, прошел час, и он снова истерикой заходит. Все то же самое. Только уже с новой волны и там с новым предлогом. Какой следующий? Вот смотрите, по большому счету у нас что получается? Вот он рос, учился там пусть до 9 класс, да? Правильно? До 9 класса. Вот худо-бедно было все нормально. Ну, без психоактивных веществ. Вот в 16 лет начались, вот как организм начал перестраиваться, зрелый возраст, переходной. Начались проблемы вот здесь. Начал пробовать, потому что внутренний дисбаланс идет. Развитие неправильное, энергии брать неоткуда, деструктивное общение, папы нету. Нет, никому, да, как бы авторитета нету, мама живет ради сына. И то есть получается, потом он садится, но это уже вот то, что село, это следствие вот этого. И сейчас получается вот 26 лет, и он вообще неуправляемый. И что вот, какой критерий побудил вас вообще начать искать, найти варианты, там позвонить? Вот что подтолкнуло? Толкнуло, когда он в таком состоянии пришел, я очень испугалась, позвонила на горячую ливень. И вот с вами сразу же я договаривала. И вот, когда ссылки эти скинули, страшные. Когда я почитала, вот как умирают целевые, у меня был общий. Но вы же что-то нашли в статьях, похожей вашей истории? Ну, там, все как бы, этапы-то одни и те же, конечно, все идет так же, как у нас, в принципе. Ну, в общем, каждый просто к этому подошел по-другому. Мамы, конечно, там посильнее, чем я. Где там-то? Ну, вот в этих всех ссылках-то. Они как-то, не знаю, справляются как-то. Я смотрю, какие-то хорошие у кого результаты, там вообще хорошо. Так а как? Мы же все созданы по образу и подобию. Каждый может поменять себя, поменять... Даже вот у меня, вот сейчас такая ситуация, у меня мама с папой, сестра там с мужем, подруга, двоюродная сестра, все, которые мне сейчас звонят, которым я сказала, что зачем, я конкретно поехала. Что говорят? И у всех все разное мнение. Ну, какие вот, допустим, папа-мама, что там у них? Папа-мама ваша, ну... Чем помочь? Ну, вот... Главное, все проверить, все это, все разузнай, и они у меня такие старые закалки. Понятно, им нужна бумага, отчетность, объем выполненных работ. Я правильно сделала, мне сказали. Правильно? Да. Конечно. Отлично. То есть они поддерживают просто настороженно к организациям, куда отдаете. Да, все проверить. Отлично, это вот, это правильно. Так, сестра, что у нас? А сестра родная, да, говорит, Наташа, ты же увидела уже, как он у тебя на руках умирает. Ты, говорит, сейчас возьмись за себя. Тебе надо себя спасти, чтобы спасти ребенка. Она обо мне переживает. А себя-то от чего спасать-то? Ну, что, поела, поспала. Нет, то, что у вас как бы там разобранное состояние, это 100%. Но вы его не соберете, потому что оно зависит напрямую от него. У вас вот эта невидимая пуповина, которая вас, ну, как дестабилизирует. От его состояния вам становится хуже. Хотя тут же есть другая совершенно. Да, я когда его, наоборот, увижу, мне легче. На какой период? Ну, пока мне начнут звонить. И расспрашивать опять. Опять сомнение опять кто-нибудь. Сестра двоюродная есть еще. Да, сестра двоюродная. Просто ты, зачем у тебя ипотека, ты еще кредит взяла. Ты куда там эти деньги, как будешь выпутываться, как будешь вылезать. Вот она вот в этом плане. Ну, а варианты какие? Пусть умирает или сам справится? Может, у нас как-то. У нас тоже психушки есть. Где? Вот здесь? Котлась? Так это психушка уже все. Это крест на ребенке. Ну, крест не крест. Кому-то она тоже может дать старт. И у нас есть такие тоже в центре. Для более осознанности. Вот смотрите. Мы имеем условно поддержку. У вас все за только периодически подкидывают какие-то вам мысли, что вас немного дестабилизируют, да? Но вообще все за. Да. Они все общаются с сыном вашим? Сестра двоюродная не общается. Вообще не общается? Ну, они просто незнакомы. Родная сестра, бабушка, дедушка? Они безумно его любят. Общаются? Да. С гаджетами дружат? Нет. Кто не дружит? Бабушка с дедушкой, у них нету связи там. Интернета нету? Интернет есть, но связи нету. Они выходят там на дорогу, мало ли чего. Ммм, плохо. А будете передавать им? Сестра будет принимать счастье? Не знаю. Но вообще как? А что от нее будет требоваться? Она так-то будет, да, хотела бы связываться с ней. Требуется лишний взгляд родственника со стороны, и где вы не можете, допустим, преодолеть какую-то нашу установку, она просто вам это поможет сделать. Да, где младшая она будет. Человек, какой бы ни был человек, в априори выстроена система не так. То есть, смотрите, давайте вот по порядку. Есть вы, есть сын. Вот разломили шоколадку. Получились две неравные части. Одна больше, одна меньше. Кому какая достанется? Сыну. Ну, понятно. Какая сына? Сыну побольше. Побольше сына. Побольше сына. Смотрите. Вот иерархия любви. Вот мужа нету, что очень плохо. Вот есть жена, назовем же, и есть муж, назовем им. Вот иерархия любви. Первое, второе, третье, четвертое, пятое место. Вот если первое, это самое главное. Кого вы любите на первом месте больше всего? Сына. Сына. На втором месте кого? Мама с папой. Мама с папой. Мама, папа. На третьем месте. Да. Сестра. Сестра. Всех любим. Кого на четвертом месте? Зверёныши у меня одни остались. Кошка, собака. Живот. На пятом месте. Кошка, завтра будет четвёртый день одна. Это плохо, кстати. На пятом месте. Или оно вакантно? Наверное, у меня больше никого нет. Какая ценность в этом мире, если не любить себя? Я не заслуживаю любви. Я в себе жизни испортила. Я не так и сделала. Кому? Всем. Так понимаете, что происходит вот по этой системе? Вот эта модель любви, вообще любви, поведения, она разрушительна, губительна для всех. В том числе для вас. Вот в этой истории, где ваша жизнь – это вы, в первую очередь, ваши чувства, ваши эмоции и ваша как радость, её вообще нет. Вот даже на пятом месте, мы сейчас сидели, думали несколько секунд, но тут даже места нет придумать, ни работы нет. То есть, если вы себя не любите, ваша жизнь, она не имеет никакого смысла. Вот вообще совершенно. Вы делаете вот здесь все, кто есть, бабушка с дедушкой, они уже прожили свою жизнь, вот по большому счёту. Они радуются того, что у них вот плод остался. Вы, внуки, животным – это всё равно тут рефлексы. Они привязываются к людям очень сильно. Отдача нигде, а здесь наркоман, сын. И наркоман только потому, что он излишней любовью вашей питается. Будем менять этот алгоритм? Да. Знаете, как он будет выстраиваться? Нет. А я вам скажу, он будет выстраиваться на первом месте. На втором месте я люблю себя. Первое место – это фундамент. Всё по-другому быть не может. На втором месте я люблю мужа. Или вторая половина, назовём её. На третьем месте уже пойдёт сын. На четвёртом пойдут родители. И на пятом пойдут ваши животные. И вам хорошо бы, Ягу, прийти на субботнее собрание, когда здесь другие мамы и с ними пообщаться, кто как преодолевал. Ну, а то если я сейчас съезжу, то мы её уволюсь. Тогда, может быть, я… Но, Ягу, мы можем это удалённо организовать, дать вам выборочно мам тяжёлых, у которых безнадёжная ситуация была. И вы просто с ними пообщаетесь. С разными проблемами по телефону. Но это, по крайней мере, люди, которые не заинтересованы. Они такие же, как и вы, только прошли определённый этап. Да, и тогда можно вот с этого всего что-то слепить будет. Вот с этой схемой ничего не сработает дальше. Это вот можно его, как говорится, забрать домой, и будет тоже что-то. Год этого у вас будет? Нет. Год – это вот я вам всё говорю. Допустим, 4-6 месяцев программа под нашим наблюдением. А остальные там вот до года 3-6 месяцев, это этап, там, не знаю, он будет искать себя, что-то пробовать, где-то устроиться, не устроиться, там, поживёт, не поживёт, там, не знаю, здесь поживёт. Он может возвращаться сюда, но вариантов, что он здесь найдёт какую-то работу, и круг общения, себе подобных, но вряд ли тут. Да, он вернёт, я имею в виду, что он туда приедет и всё вернётся сразу. Скорее всего, потому что тут атмосфера такая, и он один не в силах что-то тут изменить. А союзников у него тут нет. Очень много. Наркоманов, да? Очень много. А если посмотреть, допустим, Петербург, здесь портовый город, здесь наркотиков, я думаю, больше в разы, чем тут. Но тут, по крайней мере, мегаполис, есть развитие, есть разные аудитории, с кем ты можешь общаться на своей волне. Вот я сейчас вам фотки прислал из лагеря, вы же видели, посмотрели, какую вот эмоцию или ассоциацию они вызвали у вас. Раньше отдыхали. А там вот это всё зависимые люди. Никто-никто не уходит никуда, не убегает, никто никого там не привязывает, ничего. И у нас этого нету, в принципе, в целом. То есть люди, большей частью, приехали, как ваш. Вот сейчас приехал, непонятно куда, посмотреть, пообщаться вообще, ехал с установками работать в город. Оказался на реабилитации, оказался на несколько дней. Потом вроде посмотрел и понравилось. Почему бы не остаться? Внутри-то боль у него есть. Он мне сегодня спросил паспорту, как ты мне передашь, что вот знает, что я должна вроде и уехать. Всё, видите, уже хорошо. Я говорю, когда мы ему сепарацию проведём, вот эту вот невидимую поповинку отрежем между вами, и он задышит новой жизнью, и вы задышите новой жизнью. Но чтобы вы задышали, вы визуал, вам нужно картинки постоянно присылать, что он как бы в порядке. Вот, допустим, Владимир Добреевич, скажите, как там наша девочка в лайге, с кем можно связаться и подписывает. А я ей просто вот выхожу на кранцию и ей ролик отправляю. Вот девочка. Вот она 5 дней или 6 там у нас вообще в целом. Просто как заочно взяли её. Вот она. И она пишет, большое спасибо за видео. Я набираю, я говорю, вот это видео, наверное, больше тысячи моих слов закроет. Вот у вас примерно такая же история. Но мама там не такая беспокойная, как вы, честно. Потому что у неё есть ещё. Да. И у неё есть своя жизнь, в первую очередь, личная жизнь. И она любит себя, мама. Второй вариант решения. Вот у нас есть Евгений. Там никого нет. Вот никого. И он попал к нам на благотворительный проект. Бесплатно. Такое место у нас есть. Но вот он его сейчас занял буквально там тоже дней 10 назад. Там вариантов нету зацепиться за маму, папу. Там их нету просто. Кто участвует. Он есть один. С ним работать тоже можно. Потому что он уже дожил до 33 лет. И он понимает, что он или сядет повторно, или убьют, или умрёт. И у него как инстинкт выживания. Его некому поселить соломку. Вот с тем, с кем я начинал, вот кто продолжил, но вот эти два человека живы, и я как бы, да. Остальных нет. Вот да, я слушаю. Вообще, я тебе, знаешь, как скажу, при всех моих жизненных обстоятельствах, что я сижу здесь, это чудо. Здесь вы у него постоянно бегаете. То парашют ему наденете, это спасательный, то солому наложите. То он только наклонится, вы хоп с этой стороны. Он только, всё, даже упасть ему не даёте нормально. Чтобы он прочувствовал. И он, конечно, будет вот парить в этом состоянии. Пока вы рядом с ним бегаете. И как только вот это произойдёт, он будет задумываться. Если критики хватит, и чего в наркотике это сделать. Всё остальное будет вот то, минус. Вот как идёт у вас развитие вот такой вот. По идее он должен вверх идти, а у вас вот вниз идёт динамика. Правильно же? Вот такая нибудь. Так, так, так. А в итоге, как касательно, идёт вот вся вниз. Правильно? Всё. Если мы хотим поменять, вам нужно вот где-то зубы поджать, где-то себя прям конкретно вот прям в руки взять. Даже через силу, через боль. Просто, я не знаю, даже бывает такое, что сказал, вот просто вот сказал заученную нашу фразу на первом этапе, я отключил телефон, чтобы дальше не плакать, и он этого не слышал. Вот просто. И трубку бросили. Всё. Вот этого даже будет достаточно на первом этапе. Но без этого мы не пройдём его этапа снятия вот этих защит всех. Пашмы, сколько бы... Я очень умом это всё понимаю, и я так боюсь, что у меня это не получится. Если не делать ничего, то точно не получится. А если попробовать, то получится. Попробую. То получится. Да. И ещё у нас мамы самые, знаете, какие дисциплинированные, всё выполняют. Но я это к вам не говорю, к вам, потому что понимаю ваше состояние материальное, которое оплатит реабилитацию всю. Сразу. То есть там без вариантов что-то не так сделать. Прямо сразу. Вот забирайте сына и домой берите его. Везите. И всё. Деньги тоже, как иметь какой-то рычаг на родителей. Но лучше всё-таки с осознанностью работать. Так что я предлагаю сейчас на этом подытожить немножко. Вот можете сказать, что вы поняли из консультации? Да, с Владимиром разговариваю. Я всегда уверена в правильности того, что я сейчас делаю. В словах убеждена, не уверена в том, что я с этим справлюсь. Вот уже приступ начинается. Мне кажется, он вообще без меня как слепой котёнок. Сколько он лет? 26. Кажется, он вообще, я не знаю. Я куда-то просто его при жадне не отпускать никуда. О чём мы с вами разговаривали? Я постараюсь это вам в память кидать. И мы сейчас поедем посмотрим центр. Там хоть у нас, видите, всё закрывается, открывается. Автоматически. Оля, кто же, покажите? Я вам пришли. Мы вот тут недавно сняли. Михаил-то. Вот. Можно с вами тут ещё. Окно на крыше. И вот комната. В принципе, всё желаю, что у нас есть. Матюшка. Вот. А здесь основная работа вот находит уже его за ноги. И вот здесь они читают. Задача в день пройти один урок. То есть их 105 уроков. Плюс там ещё 30 на этом уже как-то на домашнем. Обучение не остаётся уже после выпуска. Вот задача пройти вот этим в 105 ночи. Просто эти занятия начинаются с первого дня уже? Нет. Ему нужно будет отоспаться, отъедться, прийти в себя, чтобы он вот уже физически всё нормально чувствует. Физически. Сейчас голова будет оваться домой. Вот как Анна рассказывала в ролике, он будет оваться домой.